друзья мои здравствуйте как всегда приветствую вас на канале опасов и будем разбирать сегодня нашу нелегкую информационную повесточку вместе с михаилом чаплыга и михаил сейчас очень внимательно вот сейчас внимательно хэллоу михаил хава дуду потому что приняли определенные надо на английский переходить если мы в будущем чего-то хотим да для тех кто не понял что там произошло буквально перед разговором с михаилом почитал я чего у нас приняли у нас приняли английский язык как язык международного общения и казалось бы ничего в этом плохого нет вообще ничего в этом плохого нет миша но только требования теперь будут знание английского языка оказывается для госслужбы а б и в значит определенного перечня для глав администрации и экзамов для военнослужащих контрактников офицерского состава сержантского и старшинского значит для полиции среднего и высшего звена ну и для нап советов там я не волнуюсь там в принципе дай бог чтобы они кроме английского что-то еще знали ты в это веришь нет нет ну потому что я же я расскажу как я учу английский я же ходил на 56 школа львовская потом 4 летая 2 это с углубленным знанием английского до основы заложили основы заложили но для того чтобы подать документы ну я хотел поступить в майки хотел там другие вузы мне надо было сдать тофу ну я взял такую желтая такая книга толстая тофу значит и вместо того чтобы заниматься инженерным делом значит сидел и по 5 по 7 часов 5 7 тире часов в день долбил эту книгу значит ходил в этих наушниках плеер у меня был я спал в нем значит слушал это все для того чтобы подготовиться причем готовился я не к знанию языка английского а к сдаче именно тофу это очень разные вещи вот результате тофу я сдал весьма удачно вот потом перед стипендией в британии мне надо было и лтс сдать тогда вообще не готовился поскольку ну уже выиграл конкурс надо сдать и дальше уже просто языковые тяну тоже в чем мог так по верхам прошелся вот но реально знание языка приходит она ну для того чтобы понять язык то есть нужно понять одну простую вещь есть английский есть international english то есть говори как хочешь главное чтобы тебя поняли те кто побывал в канаде понимают что есть ну там недавно я там побывал вот и товарищ индус общался по селектору с целым небоскребом значит он вещал прямо где-то с потолка вот и он был абсолютно уверен что он общается на английском все он абсолютно в этом уверен не факт конечно что это английский но в принципе он в этом уверен поэтому проблем с английским я не вижу вообще никаких потому что этот international english это каждый говорит кто как может главное чтобы тебя поняли все остальное в принципе фигня сто процентов касательно касательно этих a b там что там не знаю этих уровней я в этом уже не разбираюсь что там понаделали вот ты понимаешь это будет обычная коррупционная лавочка блин да и все ну то есть вот 99 и 9 это будет банальная коррупционная лавочка выучить язык английский не прожив хотя бы два месяца там нереально в принципе равно как выучить любой другой язык не побывал в этой среде минимум два месяца это просто иллюзия и сказка вот соответственно ну прокомментировать принятие этого закона могу так то есть я двумя руками за чем больше языков человек знает тем больше раз он человек и это прекрасно вот но я думаю что тебе это известно другим что скажи пожалуйста а на каком языке в резервациях индейцы разговаривают ну помимо так сказать каких-то остатков своего языка на каком на последний раз был в резервации давно съезде в резервацию послушать вот они разговаривают на английском языке равно как и конкистадоры которые посетили с дружеским туристическим визитом латинскую америку свое время вот с тех пор она стала испаноязычной ну так бывает да вот потом появился институт сервантеса в котором учат значит это испанский да немецкий я не помню как кого там институт кого там который немецкий международный учат вот английский несколько таких институтов но и мир поделился на франкофонную зону значит испанофонную зону значит английскофон но там и так далее и так далее вот ничего плохого в этом нет ну так так бывает да вот ну очевидно что украина должна знать язык как бы это назвать партнера партнера вот поскольку ну мало ли вдруг партнер что-то захотела ты не знаешь ну то есть вот принеси борщик а ты не можешь понять что же он хочет и несешь все что попало и несешь все что попало это расстроит партнера поэтому дабы партнер не расстраивался его команды должны быть понятны так сказать местному населению поэтому все же как бы абсолютно ясно вот а поскольку что партнера интересует партнер интересует что военные команды исполнялись и задачи поставили да партнера исполняют интересует чтобы госслужба была да то есть если бы я строил институт государственной службы меня бы в первую очередь интересовал даже не столько язык меня бы интересовал минимум пятилетний опыт пятилетний опыт работы в этой сфере высшее образование в этой сфере после первого высшего образования в любой другой сфере, ну и как минимум экзамен на знание конституции, истории и так далее. Но поскольку у нас вообще высшее образование в принципе не нужно, а неоконченное высшее мы назвали бакалаврат, ну что, знаешь, когда некрасиво, так унизительно, неоконченное высшее, ну назвали это бакалаврат, ну хорошо, пусть будет бакалаврат, чтобы никого не обидеть, да, потом и бакалаврат отменили, потом и требования вообще по этому поводу отменили, теперь остался английский язык, ну, слушай, ну хоть какая-то польза с этого будет, ну хоть что-то, вот, я, честно говоря, хочу, чтобы и словацкий язык стал языком международного общения в Украине, почему бы и нет, вот, венгерский, конечно, это было бы иезуитство, очень сложное, вот, но словацкий вполне можно было бы освоить, польский, польский очень актуальный, очень актуальный язык, да, очень, вот, ну а в целом, ну что тебе сказать, плакать хочется, хочется плакать, да, ну а так. И знаешь, от себя добавлю просто, блин, потому что задела меня эта тема, хотя казалось бы, что она не такая страшная, вот у меня ощущение, что постоянно у нас пытаются гланды рвать через жопу, вот просто гланды рвут через жопу, блядь, это неудобно, но очень сильно пытаются, не могут депутаты, у которых нет в требовании для их депутатства высшего образования, и даже, если я не ошибаюсь, среднего, там тоже нет требований. Да, есть один депутат от Пети Порошенко не имеет среднего аттестата, среднего образования. Так вот, не могут эти депутаты принимать экзамены, просто не имеют, ой, экзаменах, господи, законы, просто не имеют права, которые ограничивают там знание или незнание языка для занимания какой-то должности. Это по моему личному мнению, пока у них такого требования нет. С другой стороны... Знаешь, на эту тему есть хороший анекдот, а вся жизнь наша построена теперь на анекдотах. Когда плывет, корабль плывет из Одессы в Хайфу, куда он там плывет, ну пусть в Хайфу, я не знаю, там есть морской порт в Хайфе, нет, ну не важно. В общем, в Израиле плывет. Плывет себе и плывет. И вдруг какой-то кадр, кадр, значит, с этого парохода падает в воду, значит, вот, и тонет, тонет, значит. Вот. Мимо, значит, проплывает резиновая лодка товарищей, которые не поместились на этом пароходе, значит, и они гребут из Одессы в Хайфу, значит, гребут, гребут нормально Советский Союз на дворе, а тот кричит им, значит, с воды. «Help me! Help me!» Товарищи переглядываются между собой, слушайте, ну в то время, когда вся Одесса училась плавать, этот придурок учил английский. Ну вот так оно где-то и происходит, понимаешь? Ладно, хрен с тем английским, выучим. Ребят, давайте, значит, мы традиционно не начали, а теперь начнем традиционно. Пожалуйста, вместе с Михаилом мы ждем, пока вы поставите лайк данному видео в начале, потому что оно наберет больше просмотров. Напишите какой-нибудь приветственный комментарий, например, на английском, насколько вы его хорошо владеете. Не владеете английском, пишите на другом языке, хотите хоть языком жестов, но напишите любой приветственный комментарий, хоть что вы делаете и в чем вы сидите. Вот, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать будущие видео и трансляции, а мы будем стартовать. Мирс, о чем хочу поговорить сегодня? Две недели осталось до события. Две недели до события. Потому что... Что? Ладно, ты не знаешь, я тебе расскажу. В Швейцарии запланирован мирный саммит, на котором будут обсуждать часть формулы президента Зеленского. Маленькую, маленькую. Нет, большую, большую, но часть. Ну, как большую, но если было 10, стало 3. Нет, была огромная. Была 10. Взяли часть, теперь просто большая. А, я понял. Да, принимаем 3 за 10, за 100. Это стакан наполовину полон или пуст? Так, как обычно. Короче, две недели остается до этого мероприятия, и последние две недели каждый день у нас новости о том, какая страна приедет, какая страна не приедет. Какая страна приедет первыми лицами, и какая приедет не первыми лицами. И все сводится к тому, что какая страна приедет не первыми лицами, или какая не приедет, эти новости появляются намного чаще. Из последнего того, что мы узнали, да, то есть даже ближайшие там, как бы, и главные партнеры Украины, коими являются Соединенные Штаты, приедут туда не Байденом первым лицом, а приедет Камала Харрис. Да ладно, стой Харрис, слушай, Салливан приедет, сопровождать его будет Камала Харрис. Ну, это же серьезно, потому что ты неправильно тормулируешь. Да даже если так... Приедет Салливан, ну, так это серьезный дядька, рулит процессом. Карнеги Центр, давно, блин, там, с товарищами из Клинтона. Ну, это же серьезное мероприятие. Кто такая Харрис, я не знаю. Кто такой Салливан, знаю. Ты понимаешь, что на фоне этого всего еще не приедут туда первыми лицами индусы, австралийцы... Как это не приедут? Ну, первыми лицами чего? Ну, смотри, Австралия, ты тоже не прав. Австралия присылает первое лицо. Первое. Просто этого фонда у нас, знаешь, есть у нас фонд соцстраха по инвалидности. Это первое лицо. Ну, так это первое лицо фонда соцстраха по инвалидности. Ну, это же первое лицо. Первое лицо. Но это же не саммит глав фонда соцстрахов по инвалидности. Ну, подожди. А гуманитарный аспект у нас там есть? Один из трех вопросов. Отлично. Ну, вот товарищ фонда по инвалидности Австралии нормально примет участие в этом мероприятии. У тебя какой-то непозитивный подход, мне кажется. Индия приедет. Да, ну, Индия. Муди есть чем заняться. Муди, он женат на Индию. Ты что, не знаешь эту старую формулу? Ну, это же известная формула товарищей, всегда побеждающих большинством на выборах. Ну, что ж тут не ясно. Вот. Муди, значит, он женат на Индии, жена не отпустила. Ну, не отпустила жена, потому что, знаешь почему? Потому что срочно надо нефть. Надо. А нефть они где берут? У русских. Причем они настолько уже эту нефть так захотели, что они решили даже в рублях за нее рассчитываться. Представляешь, негодяи. Вот. Решили в рублях за нее считаться. Ну, рубли, по сути, они идут через круг. Ну, короче, в долларе, по большому счету. Вот. Значит, товарищи индусы говорят, ну, все бы хорошо, но без нефти, знаешь, как-то оно не едет. Пароход не едет без нефти. Грета это с Тумблером, Грета с Тумблером отказалась везти товарищу Моди на воздушном паруснике. Понимаешь? Говорят, только надо дизель какой-то. Дизель они производят в Индии. И торгуют этим дизелем. И бензином. Если у них не будет на входе нефти, не будет дизеля, не на чем ехать. Поэтому товарищ Моди говорит, ну, как-то не могу, не могу, значит, женат на Индии, жена не отпускает. Вот. Он хотел прислать товарища из МИДа. Из МИДа. Нельзя. Русские срывают саммит. Ты что, забыл эту парадигму? Русские срывают саммит. Подло. Подло. Взяли и объявили саммит БРИКС на уровне совещания министров иностранных дел. Представляешь, негодяи. Более того, сказали, что туда позовут китайского товарища, он приедет. А как это, товарищ Моди, что не приедет? Тут БРИКС собирается, китайцы будут. А индусы что, протыкают? Нет. Такой концерт они протыкать не могут. Поэтому министр иностранных дел тоже будет занят. У него очень важная причина. Ну, хорошо. Но приедет какой-нибудь товарищ рангом пониже. Ну, что делать? Более того, товарищ рангом пониже, он же, понимаешь, он, как бы тебе сказать, неженат на Индии. Поэтому он может себе позволить там какие-нибудь комментарии сделать, что-то еще. Ему за это ничего не будет. Понимаешь? Даже если он подпись какую-то поставит. Ну, так ставь ради бога. Товарищ, как это, людына в статусе людыны. Знаешь, у нас такие были? Да. Он, людына в статусе людыны из Индии, значит, посетит этот сам. Ну, позитивнее надо смотреть на еще. Позитивнее. И вот товарищ Байден. Ну, ты что, не читал заявление товарища Кирби? Вышел товарищ Кирби. И говорит, ну и что, что не будет Байден? И что? Вы же знаете, как глубоко мы любим вас. Ну, ты же там рассказывал про гланды через жопу. Это очень глубокий путь. Очень глубокий, я тебе скажу. Ты просто не оцениваешь всех глубин. Вот. И он говорит, мы очень глубоко, очень-очень глубоко мы вас любим и ценим. Глубоко? На полном серьезе. Ну, естественно, конечно, по самой гланды. Вот. И говорит, никаких сомнений ни у кого вообще в мире не возникает по поводу глубины. И говорит, что США – это самая глубокая по любви страна. Понимаешь? Вот. Поэтому не надо искать здесь теорию заговора. Я всячески с товарищем Кирби согласен. Вот. И товарищ Кирби говорит, что в силу глубины этой любви и… Мы английский уже учим, да? Как это по-русски? Unquestionable. Вот. Как это? Да. Да, это по-русски. Это по-русски. Да. Unquestionable этот вопрос. Понимаешь? То есть, он… Его даже не может возникнуть. То есть, это… Как это? Безвопросительно. Как это правильно? Вот. Значит, и поскольку всем очевидна эта глубокая любовь, то присутствие Байдена просто, ну, натига, ну, там надо. Оно будет, это, рендандент. Рендандент. Сбытково. Понимаешь? Поэтому… А вот наличие товарища Салливана будет очень правильным. Его сопроводит… Это… Камала Харрис. Камала Харрис – вице-президент. Сопроводит. Вот. Если что, ну, как бы, какие-то подписи, я очень сомневаюсь, что Камала Харрис поставит какую-то подпись. А Салливан вполне может подписать. Людына в статусе Людыны, по-моему, абсолютно нормально может поставить какую-нибудь подпись. Это нормально. Так, смотри. Я у тебя учусь, Миш. Я у тебя учусь. Надо позитивно, да? О, да, да, да. А, значит так, следующее, то, что я добавлю. Слава богу, не приедет Пакистан. Это позитивно? Видимо, они не хотят встречаться с товарищем Моди. Или хотели. Понимаешь, тут же теория заговора. Может быть, Пакистан хотел встретиться с товарищем Моди для того, чтобы прямо в лицо на этом саммите выразить ему глубокое несогласие. Согласие. Знаешь с чем? С чем? С процедурой дежурного снятия и поднятия флага на границе между Индией и Пакистаном. Вот смотри, давай мы развлечем наших зрителей, потому что мы каждый раз должны какую-нибудь образовательную функцию внести. Постоянно. Вот пусть зайдут в YouTube и посмотрят прекраснейшую церемонию смены флага на границе Индии и Пакистана. Обещаю море удовольствия. Факт. Но поскольку подлый Моди решил не ехать, Пакистан обиделся. Они вспомнили историю о том, как один старый британский лорд, который рисовал границы Индии и очень хотел сделать Великую Индию, где не было бы никакого Пакистана, по итогу нарисовал границу между Индией и Пакистаном. Вот просто взял себе там где-то сидя в Лондоне и нарисовал. Так возникло два государства. Понимаешь? Но при этом в воспоминаниях этот товарищ лорд написал о том, как он искренне ненавидит вообще все, что связано с Индией и Пакистаном. Ну, знаешь, как бы Британская империя, мало ли, вдруг виски был невкусный. Ну, всякое бывает. Поэтому, ну, не едет Пакистан. Так тут я тебе больше скажу. Посмотрел на этих товарищей из Пакистана, уважаемый председатель Венгрии. Говорит, вы знаете, мы сомневаемся, что нам там надо быть. Почувствовал себя с пакистанцем? Да не, я понимаю, что он, наверное, купил путевку в Хорватию. Там интереснее. Я вообще не спорю. Ну, блин, ну что, ну так, а жило, что ли, посетить Швейцарию перед этим? Понимаешь? Ну, видимо, тяжело. Вот. Что ж там еще? А, ну, перед этим же Китай. Понимаешь? Я не знаю, эти негодяи, они какие-то рефлексивные. Вот я тебе скажу. И, знаешь, я во многом согласен старшим Данилам. Ну, нельзя быть такими рефлексивными. Ну, взрослые дяди, а рефлексируют, как дети. Понимаешь? Причем вместе с Казахстаном. У них что, это какой-то семейный или что, я не могу понять. Ну, вышел президент, сказал, этот Китай, вообще непонятно, кто это. Вместе с его этим председателем. Лазят по всему миру, лазят, лазят и гадят. Понимаешь? Лазят и гадят. И хотят сорвать наш сами. Негодяи. Ну, что тут не ясно? Ну, это ж понятно. Нет же ж, надо было. Вылазит этот МИД КНР, вылазит и рефлексирует. Ну, что он, 12 лет или что, блин. Вылезли и рефлексируют. Говорят, нет, у нас своя формула. Мы вообще хотим, чтобы там и русские были. Мы вообще хотим, чтобы толк с этого какой-то. Толка не захотели с этого. Понимаешь? Я вообще не понимаю. Им же швейцарцы вышли. У меня такое чувство, что Китай не понимает по-швейцарски. Есть такой швейцарский язык. Не в курсе? Нет? А в Конституцию уже внесли швейцарский язык, нет? Ну, погодите. В общем, по-швейцарски... Да надо, надо. Я вообще не понимаю, как эта страна существует без швейцарского языка. Вот. И нифига эти, товарищи, китайцы по-швейцарски читать не умеют. Вышли, товарищи, из МИДа швейцарского. Говорят, а слушайте, блин, да что вы вцепились в ту конференцию? Это просто... Вот такое слово классное. ИНАУГУРАЦИОННЫЙ. Мне так понравилось? Это проверка на пьянство, да? ИНАУГУРАЦИОННЫЙ сами. Понимаешь? А ну, повтори. ИНАУГУРАЦИОННЫЙ? Нормально. Видимо, ты не думал, что у тебя там за выставкой. Значит, видно, что ты сачкуешь. Вот. Так быстро сказать это слово. Вот. Значит, я про сиреней не венькинь. Бляха, я спалился, да? Ехал грека через реку. Да. Не в Швейцарию. Не в Швейцарию, да. Так они говорят, так это же наугурацион. Это вообще будет площадка. Это типа как мы собрались все вместе для того, чтобы установить личные связи. А потом продолжить общение. Ну, то есть, как бы мы собрались, договорились, будем продолжать общение в виртуальном режиме. Это как было с Крымской платформой. Ты что, забыл? Так. Я вообще не буду. Ты не следишь вообще за развитием событий на Крымской платформе? В смысле не следишь? Василий, ты меня не пугай. Утро. Значит, был инаугурационный саммит Крымской платформы. Именно по тому же сценарию и тем же лекалам. Один в один копия. И смысл же был в том, что однажды всех собрать вместе, а потом в виртуальном режиме, разбившись на воркшопс. У нас же по-английски перешел. Воркшопс. После айсбрейкин процедур, френдли релэйшнс, ну и других тренингов, перейти потом к виртуальному общению. И швейцарцы говорят, слушайте, я вообще не могу понять, что вы ждете от этого? Там должны все собраться, побрататься и так далее, разбиться на воркшопс и продолжить это в виртуальном режиме. Я понял, в чем проблема. Я понял, в чем проблема. Дело в том, что организаторы попросили письменно всех участников дать все данные их гаджетов. Полностью. Все там вот эти номера, там, значит, что у них там есть. Серийные там. Короче, все. И-мэй там, и так далее. В общем, все сдать. Полностью. Ну, естественно, для простоты установки шпионских, так сказать, мероприятий. Это ж понятно. Я понял, что Байден, он постеснялся просто. Да и си постеснялся. Ну, откуда у Байдена и си мобильные телефоны? Вот объясню. Они подумали, что, знаете, как в том анекдоте, понимаешь? Что же, как в анекдоте? Куме, у вас спид есть? То есть сидит, думает, скажет, слушайте, скажу, нет, подумает, что бедный. Скажу, есть, попросит соби. Вы знаете, куме, есть, но так мало, что ледь самому встачает. Понимаешь? И Байден думает, скажу, что у меня нет гаджета, подумают, что бедный. Скажу, что есть, попросит себе. Ну, а нахрена им найти имейн-номера, там, серийные и так далее. Понимаешь? И он постеснялся, говорит, я не могу, пусть Камала едет. У нее два телефона. Хай Камала едет. Понимаешь, нормальный процесс. Си из той же логики. Ну, ладно. И тут же Казахстан выходит. Помнишь, президент давал интервью Орде. Орда. Знаешь, как это? Ну, вот это. А нас Орда. Грать. Орда. Орда был. Вот. А нас Орда. Вот. И сказал, что, значит, Казахстан трошки глупенький. И другие страны Центральной Азии недалеко ушли от Казахстана. Говорит, русские на них нападают, а эти гады, значит, занимаются зарабатыванием бабла на сером экспорте, импорте русских. Ну, негодяи просто. Понимаешь? Причем безответственные негодяи. Я другого определения не могу им подобрать. Ну, слушай, ну, ладно, это самое, нифига ж не было. И тут проходит две недели. Две недели. Видимо, эстонская делегация побывала там. И через две недели Казахстан вспоминает о том, что была некая Орда. И говорят, вы знаете, мы не понимаем, зачем это было сказано и вообще о чем речь. И мы с этим не согласны. Внезапно. Внезапно. Смеркалось. Знаешь? Вот. Кто там еще? Но есть и есть и вот совершенно хорошие новости. Значит, пребывая в Сингапуре, на восьмой день визита, да, по-моему, восьмой, с учетом логистики, мы посетили Филиппины. Социально-дружеский визит. Но все, кто чуть-чуть читает международные новости, знают, что Филиппины являются чем? Военной базой США против кого? Против Китая. Именно там США хотят разместить то, что возмутило Китай и РФ. Ракеты средней и малой дальности. Всего лишь. Представляешь? Да. И когда Китай сказал, что они ближе к осени собираются заняться блокадой Тайваня, потому что шастают и шастают, шастают и шастают. Ну что же такое, понимаешь? Вот. США говорят, вы знаете, а товарищи филиппинцы отличные боевые, так сказать, товарищи, и вполне могут засесть на маленьких островах, и пользуясь опытом войны в Украине, вполне могут, вполне могут с маленьких островов наносить удары по огромным авианосцам, вот этим корытам в море Китайский. В рамках этого мероприятия мы посетили Филиппины с целью пригласить их на наш стадик. Я считаю, что это очень мудрое решение. Более того, там же, там же, мы посетили, ой, посетили, пригласили одновременно, одновременно. Предлагаю одним самолетом. Ну, заодно решим несколько вопросов. Мы пригласили Палестину и Израиль. Я считаю, это нормальный процесс. Ну, а что, в одном самолете летят, и заодно выпьют, поговорят. В разных классах. Уж как получится. Я думаю, миграция будет. Главное, чтобы туалет был общий, понимаешь? А там дальше разберутся. Решили их одновременно пригласить. Это нормальный процесс. Им будет о чем поговорить. В рамках ядерной безопасности, естественно. А, кстати, обмен пленными. Обмен пленными. Я считаю, это очень актуальная тема. По третьему вопросу они вполне могли бы выступить с докладами. Значит, приглашают этих двоих. И тут народ начал, значит, взраду гонять. Какие-то необразованные люди у нас. Начали гонять взраду. Говорят, представьте, Зеленский признал Палестину. Внезапно. Да ничего он не признавал, друзья мои. Он просто признал правонаступничество Украины у СССР. Дело в том, что Палестину признал СССР. В пику Израиля, естественно. Это было давно. А Украина, как отдельный субъект СССР и соучредитель ООН, ну, в рамках политики СССР по унижению Израиля, признала в 1988, да? Ну, тогда не помню. В 1988, по-моему, году признала государство Палестину. А независимость Украина обрела в 1991. Ну, так что? Посольство Палестины теперь убрать или что? Нет. Ну, есть и есть. Понимаешь? Нет взрады? Нет. Просто, ну, УССР признала, мы тоже. Ну, есть посольство, есть. Чего не пригласить? Нормально. Но очень хорошие новости поступили из, господи, господи, Тимур и его команда, как это? Тимур, Тимур, господи, вспомни. Жила-была себе Тимур. Жила, никого не трогала. И вдруг Индонезия, которую мы тоже посетили с официальным дружеским визитом, Манилу, по-моему, да? Вот. Вдруг Индонезия с какого-то переляка взяла и оккупировала этот Тимур. Представляешь, негодяи. Негодяи. Взяли и оккупировали весь Тимур. Но гордые жители восточного Тимура, не путать с Донбассом, выступили с несогласием такой политики. Мы очень были несогласны. Причем были настолько несогласны, что в 2022 году товарищам, этим индонезийцам, пришлось ретироваться из гордого и независимого восточного Тимура путем провозглашения его независимости и признания в ООН. Восточный Тимур ощутил свою значимость в ООН, решил немедленно делегировать представителей на швейцарскую конференцию. Я считаю, это нормальный подход. А там, между прочим, 1,2 миллиона живет в восточном Тимуре. Ну, это серьезное мероприятие. Правда, пока не поступало новостей. Ну, из ЮАРа-то, понятно, не поедут, в Бразилию ясно не едут. Чили, кстати, хорошая вина в Чили. Я считаю, что должна Аргентина, должна посетить и Чили. Это нормальный процесс. Неясно, меня вот только, знаешь, вопрос возникает по Судану. Все почему-то думают, что есть только одна страна Судан, а особо продвинутые подозревают, что существует Судан и Тудан. Но, 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 нет. Существует Судан и Южный Судан. Как же появился Южный Судан? Кстати, это две страны. Это нормальный процесс. Раньше один голос был бы, а так два. Понимаешь, два. Два больше, чем один. Появился Южный Судан по воле наших западных партнеров. Очень долго они внутри этого Судана не могли выяснить, кто из них Судан, а кто Тудан. И наши западные партнеры решили, что если разделить страну на две части, на Судан и Тудан, ну, в смысле, Южный Судан, то война закончится и будет мир на земле. Получилось иначе. Война продолжилась. Но теперь и в Судане, и в Тудане. Но два голоса вполне могло бы быть, и мне интересно, кто из них представит. Кстати, из Судана очень интересная тоже была бы делегация, потому что там вооруженные силы Судана выясняют, кто из них легален и легитимен в рамках местной конституции, естественно, с национальными силами безопасности. У них спор возник, конституционный. Было бы интересно узнать, кто из них. Я бы предложил обоих пригласить, в одном самолете тоже. Было бы интересно. Заодно спросили, зачем они скайповские два самолета спалили. И кто платить будет. Видишь, вот такая интересная журналистка. Я тебе говорю, серьезно, интереснейшая тема, не отрывешься. Давай на секунду попробуем серьезно обсудить, что произойдет через две недели. То есть я сейчас не серьезно что-то обсудил? Нет, ну, я имею в виду чуть менее серьезно. А, чуть менее, собственно. Через две недели произойдет саммит, который в нашем информационном пространстве, а и не в нашем, между прочим, наверное, тоже, был очень нехило раскручен, как очень большое и серьезное мероприятие. Собственно, коим он и в задумке и был, я так полагаю. Вот мы к нему подходим. Ты только что перечислил в кратком изложении все переменные данного саммита. И теперь хочется узнать. Вот мы доживем до этой даты. Потому что сегодня мы живем до этой даты, потому что других дат на ориентире, которые что-то решают, как бы не обозначено. Вот мы до нее дожили. Что может быть там принято? Что с этим потом можно делать? И до какой даты мы жить начнем дальше? Я тебе скажу. Во-первых, до него будет еще две даты, причем значительно более важные. Дата первого. 6 числа Нормандия. И, судя по всему, наш президент должен там быть. Да. По крайней мере, он это, ну как бы, анонсировал. И Макрон анонсировал? И Макрон анонсировал. Но там прикол в том, что там должен быть Байден. Понимаешь? Вот в чем все. А у них вроде как встреча должна быть на троих. Вот я тоже так думаю. Но анонсированная встреча на троих должна была бы быть на Г7. Саммит Г7 в Италии. То есть это во Франции. А потом саммит Г7 в Италии. Который ровно до этой конференции в Швейцарии. То есть вот даты саммита Г7. И на следующий день саммит в Швейцарии. А до этого 6-го числа, 5-го, 6-го Нормандия. Я был искренне уверен в том, что там, где Байден, значит, должна быть какая-то, ну хотя бы на полях, встреча с Байденом. И потом появился Макрон, который сказал, что он готовится объявить о вводе войск в Украину официально. Значит, именно там. И будет отдельная встреча его и Зеленского. И как минимум на полях встреча с Байденом. Но, что меня удивило. Я внимательно слежу за перелетами борта номер 1. Вот, а это открытая информация. Борт номер 1 сегодня ночью, ну точнее вчера ночью, значит, приземлился в Люблине. Вот. То есть странно. То есть он улетел с Сингапура и приземлился в Люблине. Это означает, что, скорее всего, президент находится на территории Украины. С учетом логистики, то есть сколько времени займет для того, чтобы доехать до Киева, попринимать какие-то решения, потом с Киева обратно. Ну, я понимаю, что можно летать самолетами, просто не всем можно, но, в принципе, можно. Вот. Но это опять стрёмный нюанс, поэтому, скорее всего, поездом. И у меня логистика не складывается никак. То есть я не понимаю, каким образом 6-го числа можно быть нормальным. С целью именно встречи с Байденом. То есть может быть отдельная встреча с Макроном вне привязки. Это да. А вот встреча с Байденом как-то теперь под вопросом. Особенно после его заявления о том, что его не будет, ну, не его заявление о Кирби. И предложение арфы нет, возьмите бубен. Ну, в смысле замены на поле. Вот. Далее должен быть Г-7. Значит, на Г-7. Основная тема этого Г-7. США пытаются уговорить Бельгию влететь на 200 ярдов. Бельгия почему-то упирается вместе с Германией. Но США говорят, что ничего страшного. То есть надо влететь на 200 ярдов. И упираются. Это первая тема. Вторая тема – это Латинская Америка. Значит, это отношения Европы и Латинской Америки, и Южной Америки в целом. И где-то четвертым-пятым вопросом стоит, а что же делать в Украине. Вот. Это важный четвертый-пятый вопрос. И вот именно на Г-7 анонсировалась якобы встреча Зеленского и Байдена официально. Но, я не знаю, будет ли там Байден лично, но уже проскочила информация о том, что Никифоров сказал, что либо лично, либо не лично. Не лично это как? По телефону. В смысле, по телевизору как-то. Скайпом. По скайпу. Вот. Ну, это, знаешь, как сказать, будет присутствовать либо лично, либо нет. Это все равно, что встретишь ты динозавра. Ну, выйдешь на улицу 50 на 50. Можешь встретить, может нет. Ну, в общем, вот как-то так. Я расценил это заявление, но увидел, как это, неуверенность. Да, то есть, вот мне теперь непонятно, в силу перемещения самолета, что будет 6-го числа и будет ли встреча. И мне непонятно, что будет на Г-7. В каком формате это все будет. Потому что, если оно не лично, то оно ни о чем. Понимаешь? Теперь дальше. Соглашение. Очень интересно, какое будет соглашение. Потому что мы уже анонсировали о том, что оно завершено. Соглашение о безопасности США. Некий товарищ Педро, которого также зовут Санчес, проживает в Испании. Он самым подлым образом, самым подлым образом, можно сказать, взял и раскрыл нам суть и детали подписываемых соглашений о безопасности. Дело в том, что, как ты правильно сказал, в нашем информационном поле это звучит как незламные, потужные, не злам, не потужные, мецни гарантии безопасности. Ведь цих держав. Вышел, товарищ, значит, испанец. И ему тут оппозиция, значит, насыпала за шиворот. Вот. И говорят, оппозиция, а я не понял. Говорят, а что это за мансы такие, значит? Ты там что-то подписываешь? А что ты в парламент вообще это дело не внес? А он им в ответ, типа, да пошли вы, значит, лесом, вот, в эту пальмовую рощу, чай апельсиновую. Говорят, поскольку я подписал меморандум о взаимопонимании, ты понял, да? Меморандум о взаимопонимании. Дело в том, что подобные меморандумы о взаимопонимании должностные лица могут подписывать с опасовым, например. Запросто. Людына в статусе Людыны. Ну, может, спокойно? Да, конечно, с тобой тоже запросто. Давай подписываем. Запросто. Запросто. Можем еще короля позвать. Вот. Я говорю, поскольку это меморандум о взаимопонимании, ничего вообще информировать даже парламент не должен, поскольку это никоим образом не попадает даже в категорию международные договора. Внезапно. Оно в категорию международных договора не попадает по определению. Понял, да? Вот. Ну, конечно, особо дотошные люди залезли бы в украинскую конституцию и почитали, что там есть целая статья, которая сообщает о том, что Верховная Рада дает сгоду, значит, на международные там терроры, ну, в общем, всякую фигню. В общем, называется это словом ратификация. Хоть одна ратификация чего-то в парламенте была, нет? Не напомнишь? А внесена вообще? Ага. Ну, потому что она не попадает даже в категорию международных договора. Может, просто копят, чтобы все вместе сразу? А, копят, да. Ну, фига каждый раз собираться, но объективно экономим свет. Я тоже, да, считаю, не надо парламент постоянно собирать. Вот. В общем, нигде оно никак не внесено. И в этом контексте мне очень интересно, а что же подпишет Байден? Ну, и кто вообще это должен подписать? Потому что есть вещи международно обязующие. Есть. Знаешь, какие? Приезжал к нам, перед этим всем, приезжал к нам замминистра экономики. Ой, замминистра финансов США. Тихо-тихо гадюка приехал. Представляешь? Ну, деньги любят тишину. Именно, мой друг, именно. И он очень тихо-тихо, понимаешь, приехал. Нигде про это ничего не сказали. А 30-го числа, 30-го, кабинет министра Украины ухвалил обязующий документ, порядок и стратегию выплаты, еще не данных нам денег от США, 7,6 миллиарда якобы помощи. То есть мы бабки еще не получили, а 30-го числа Кабмин уже издал документ. Как он будет отдавать из бюджета? Будет отдавать 7,6 миллиарда. Вот, да, этот документ, да, является юридически обязующим, да. И в этом свете, конечно, хотелось бы узнать, кто и что собирается подписывать. Потому что, очевидно, подписать такой документ должен кто? Лично Байден. Ого. Причем на нем, понимаешь, в чем дело? Тут же не все так просто. На нем должно стоять две подписи. Байдена и Зеленского. Вот, поэтому саммит, это, конечно, все очень интересно, очень. Но хотелось бы именно в этот, знаешь, как-то интересует именно этот момент. Кто и что подпишет в рамках, значит, такого потужного и незлавного документа про незлавный, знову ж таки, и потужный гарантии и безпеки из Сполученных Штатов на 10 лет. Ну, естественно, в контексте выборов США, вот, очень интересно это было бы посмотреть. Вот, но тут что-то непонятки происходят, понимаешь, вот, будем, будем следить за этим делом. Теперь про сам саммит. А что ты от него хочешь? Ну, если вышла в Швейцарии и сказала, что это просто, собственно говоря, товарищи собрались, чтобы поговорить, разбиться на группы, а потом... Это же не конференция. Как не конференция, а что это? Это саммит. Слово саммит, оно имеет определение в Гугле, например? Ну, вот, да, в Гугле идем в Гугле. Давай я сейчас посмотрю, потому что в моем понимании, Миша, конференция это поговорить, саммит это когда поговорили и закрепили. Нет, 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 другое. И то, закрепили, и то, и другое касается. А вот саммит чем-то отличается. А ну, видишь, саммит что? Сейчас у нас все в режиме онлайн. Видите, до чего дошел прогресс. Давай, давай, давай. Читаю. Саммит от английского, который мы учим, еще и с начала эфира мы знаем. Саммит, вершина, то есть вверх. Встреча и переговоры на высшем уровне. Этот термин, как и многие другие англицизмы новейшего времени, получил широкое употребление с начала перестройки, когда возникла своего рода мода на замену существующих терминов и синонимов заимствованными словами. До этого использовалось, кроме выражения «встреча на высшем уровне», выражение «встреча в верхах». Теперь же используют, например, выражение «саммит восьмерки», ну, «встреча на высшем уровне» руководителей восьми наиболее влиятельных государств. Вот так вот. Ну, это когда еще... Ну, в польском языке есть слово «счит». «Счит». Ну, в польском языке слово «счит». Ну, «счит» — это, ну, на высшее. В английском тоже есть такое. Да. Ну, в общем, смысл сводится к тому, что «саммит» отличается от конференции тем, что на нем присутствуют первые лица. И они же что-либо подписаны. Правильно? Ясно. А если второй подбегающий, это «саммит» или нет? Что? Что ты киваешь? Ну. А-а-а. То есть директор отдела кадров фонда по инвалидности Австралии не подходит. Слушай, ну давай так, но он же не кенгуру? Не кенгуру, сто процентов. Даже в статусе министра. Даже, кстати, в статусе министра. Вот. Ну, то есть член Кабмина? Член Кабмина, да. Да. Но это не саммит. Нет, это конференция. Конференция с участием первых лиц. В частности, например, Макрон. В частности, например, Санчес. В частности, премьер-министр Греции. Надеюсь. В частности, кто там может быть? Олаф. Товарищ Олаф. Шольц. Шольц. Да. Вот, с участием первых лиц. Ну, но это конференция, наверное. И швейцарский МИД упорно это называет конференцией. Более того. Они говорят, что не нужно испытывать каких-то, знаешь, вот глупостей, скажем так. Надежд, да. Что вы там ждете, что вот это соберутся все, и что-то решат, и выдадут документы. Говорят, нет. Они соберутся для того, чтобы составить, ну, такую постоянно действующую площадку. Ну, то есть, грубо говоря, виртуальную организацию, в которой они будут обмениваться мнениями, по группам. Ну, какую-то группу интересует, как купить зерно в Украине. Да. Ну, например. У кого купить, почем купить, сколько будет стоить логистика, как его достать, какие страховые выплаты, там, и так далее. Товарищи объединятся в эту виртуальную группу и продолжат общение. Я знаю, как Чаплыга приезжает и проводит саммиты. Ну, приехал в Прагу. И провел в пивной саммит. Ну, все, кто хотели встретиться с Чаплыгой. То есть, слушай, вот это саммиты в пивной в истории плохо заканчивались. Я тихонько, я тихонько. А потом раз, и... Повел саммит. Я в Праге провел. Саммит. А потом участники саммита создали группу в Вайбере. И теперь они общаются между собой. Потому что без Чаплыга они бы так не собрались. Теперь они доверяют друг другу и общаются. Вот в этом суть саммита, понимаешь? А не в том, что они какую-то резолюцию приняли. Резолюция была чек оплаченной, понимаешь? Вот вся резолюция этого саммита. Вот. Точно так же и здесь швейцарцы говорят, что не надо ждать какого-то там чего-то. Это люди соберутся. Значит, там одни сбились в кучку, им интересно, как торговать. Другие сбились в кучку, им хочется поговорить про атомную безопасность. Третьи сбились в кучку, уж три вопроса, о том, как производить обмен пленными. Ну, сбились в кучку и сбились. И они будут продолжать общение на этих площадках. Могучая кучка. Три. Три. Дайте три. Значит, и вполне возможно будет какой-то итоговый документ. Или несколько. Мы об этом не знаем. Но итоговый документ о чем? С ультиматумом русским? Я очень сомневаюсь. То есть, понимаешь, в чем дело? Если уже ультиматум русским выставлять, то его должен подписать Шольц, например, да? Там Макрон, Байден. Да ради бога, я же не против. Ну, то есть, я что казал. Но, если ультиматум подпишет директор фонда по инвалидности Австралии, то это как-то будет, понимаешь, ну... Ну, как предупреждение. Ну, как-то, понимаешь, как-то так. Вот. Вот, не выполнят его предупреждение, приедет министр спорта. Его лишат выплат. Приедет министр спорта, да. Ну, кстати, не самый плохой. О. Ну, поиграю, что там. Ты регби видел австралийский, облать? Они страшные. О, в регби. О, страшные люди, понимаешь? Да. Вот, запишут команду. Понимаешь, то есть, для того, чтобы выставить ультиматум, его должны подписать первые лица. Так. А то, что это ультиматум против России, это сказал Нича Плыга. Введите в гугле, и вы найдете, что это сказали первые лица государства Украины. Я цитирую просто. О. Соответственно, значит, я же не знаю, сколько будет. Один ультиматум будет. Три по всем трем вопросам. Кто-то подпишет один, кто-то второй, кто-то третий, кто-то все три. Или будет только один. Непонятно, да. Но если уже ультиматум подписывать, то знаешь, как-то мне всегда эти петиции удивляли, да. Значит, вышли трое звезд. Три звезды. Ну, это понятно. Три звезды подписали петицию. Да и все бы хорошо. Но дальше начинается список. Значит, там какой-то глава местного ОСББ, там, значит, города Прилуки присоединился к ним. Вот. И другие официальные лица. Понимаешь? То есть, и дальше оно начинается уже какое-то размытие. То есть, вы какой-то уровень выдержите. Либо первые лица, либо кто. Ну, то есть, понимаешь? А если будет микс, то это ни о чем. Более того, я уже где-то говорил об том, что, знаешь, если нет механизма, как это опять английское слово, law enforcement. То есть, есть law, закон, а есть law enforcement. То есть, как это? Я даже не знаю, как это по-русски. Внедрение закона, да, что ли. Ну, то есть, принуждение, какой-то механизм реализации. Ну, какая-то санкция, да, за неисполнение. Ну, то есть, какой-то механизм. То есть, есть диспозиция, да, какая-то, норма. Потом есть механизм исполнения принуждения и есть санкция за неисполнение, да. А если нет ни второго, ни третьего, то что тогда? Тогда эта норма становится чем? Гипотезой. То есть, гипотеза. Гипотеза. Предположение. Предположение. Скажи, пожалуйста, каким инструментом law enforcement обладает представитель Восточного Тимора? Ну, прояви фантазию. Ну, может быть, капельку больше, чем Северного Габбона. Северный Габбон. Не обижай нам Северному. Не грози Северному Габбону. То есть, мой следующий вопрос о том, какая может быть санкция, он не актуален уже, да, в этом свете. Василий, у тебя какая-то кислая морда. Надо как-то, надо как-то более оптимистично смотреть на международные мероприятия. Я стараюсь. А я понимаю, тебя не пригласили, значит, не нальют, не пригласили. Я все понял. Ты просто обиженка какая-то, понимаешь? То есть, 120 стран пригласили, а тебя нет. Вот ты, вот это вот, вот это яд в тебе, вот это вот, оно, понимаешь, вот брыжет из тебя. Я не первое лицо. Василий. Ну, так, слушай, ну, будешь, ну, нехорошо, не первое. Ну, был бы с этим товарищем с фонда по инвалидности. Мне-то нормальные социальные вопросы бы рассмотрел где-нибудь в Новой Гвинеи. Вот. То есть, я смотрю, что международная политика – это не твоё. На саммит вообще интересное мероприятие. Вот дальше собрались, поговорили, ну и что дальше? Ну, дальше ничего. То есть, мы с тобой только что на пальцах это дело разложили. Поэтому, понимаешь, в чём дело? На самом деле, всё более интересно. Я тебе скажу следующую штуку. Интересно то, что вот важно в этом всём контексте – это заявление госпожи Мудрой. Я даже не знал, что она существует, но есть такая госпожа Мудрая, как оказалось. И она присутствует на банках. И занимает ответственную должность. Я так понял. Может, я ошибаюсь? Ну, посадовая особа. Особа надела на державные влады и полноважные. Да, ну, в смысле, что она юриспруденцию там отключает. За что? Ну, она то ли начальник, то ли замначальника юроддела ОПИ. Я так понял. Или чего-то. Я даже сейчас найду. Ты её только что понизил в должности, мне кажется. Понизил? Сейчас повышу обратно. Извините. Я причём это абсолютно... Вот, 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 вот. Вот, замглавы Офиса Президента по юридическим вопросам. Ирина Мудрая. Ну, так ты же хотел её начальником отдела назначать. Она замглавы Офиса по юридическим вопросам. Пусть Ирина не обижается. Я не со зла. Я обратно всё повысил. Откуда у нас с тобой зло? Вот. Значит, она вышла и говорит, вы знаете, в силу очевидности. Очевидность. Обращаться в Конституционный суд никто не будет. Да. Ну, по поводу мандата, пяти лет, там, семи, десять лет. Никто не будет. Соответственно, решения Конституционного суда не будет. Но знаешь, что самое интересное? Да хрен с ним. Ну, это очень важная, конечно, информация. Но дело в том, что эта госпожа дополнила свою мысль. Знаешь, чем? Она сказала, и с этим согласны все фракции парламента. Так они согласны? И тут новыми красками заиграл господин Пэт Кокс. Не тот Кокс, о котором вы подумали. Пэт Кокс. Так. Это очень непростой, мощный старик. Очень непростой, поверь. Так. Этот мощный старик, это цитата, это из уважения. Значит, в свое время, год назад, собрал уважаемых представителей депутатских групп и фракций на нычку, в тихаря. Собрал в Закарпатье. Было тогда. Где под его чутким руководством товарищи подписали некий меморандум. Меморандум очередной, понимаешь? Причем подписи все поставили. И оказывается, понимаешь, вот новыми красками это заиграло. И тут господа Мудрая сообщает нам, что, собственно говоря, зачем идти в Конституционный суд, если депутатские фракции в предпарламенте, установили некий консенсус о легитимности и легальности. О. О. И я тут подумал, зачем Конституция и Конституционный суд? Ну, магия простых решений. Министерство магии простых решений. Это же понятно. Ну, мне почему-то в голове прокрутилась сговор, ну, элит. Ну, я выгнал эту мысль из головы. Выгнал. Правильно. Правильно. Вот. И тут возникает вопрос. А кто имеет право обратиться в Конституционный суд теперь после 20 мая? Это непраздный вопрос. Непраздный. Возникает следующий вопрос. Мой друг, а когда произошла инаугурация, как мне нравится это слово, инаугурация действующего сегодня парламента? Не подскажешь, когда она была? Ну, когда-то. Когда? 28 августа она была. Августа, да. Да, 28 августа. А когда? Пять лет назад. А мандат депутатов, лично депутатов, сколько? Пять лет. До вступления... Да не надо мне до вступления. Там четко выписано. Пять лет. Ну, пять лет. Ну, работают-то они до вступления. Не, мой друг. Не все так просто. А непрерывность? Значит, смотри. У непрерывности есть два аспекта. Все почему-то думают, что непрерывность – это если истекли мои полномочия, и я продолжаю. Это непрерывность. Нет. Непрерывность – есть второй аспект непрерывности. Это когда у меня закончилось, и тогда автоматом началось у тебя. С точки зрения власти – это непрерывность. Понимаешь, да? Да. А теперь далее, мой друг. Решения Конституционного суда нет. Поэтому кто прав, кто не прав, установить невозможно. А ситуация возникла в Конституционном поле правовом в Украине впервые. То есть ситуация возникла впервые. Ответ однозначный дать может только Конституционный суд, но в него мы не пойдем. Почему? Потому что есть консенсус политических элит в парламенте. Отлично. А мандат, а парламент – это коллегиальный орган. А коллегиальный орган состоит из одночленов. Ну, то есть многочленов и одночленов. И 451-й членов формируют многочленов. Многочленов. Коллегиальный. А в Конституции написано, что мандат отдельного одночлена – 5 лет. Взяли и написали. Понимаешь? А в целом действуют принципы непрерывности власти. Правильно ты мне, мой друг, это сказал. Это очень важно. Так вот, для того, чтобы он действовал и в Конституции, в отличие от статьи о президенте, в статье про парламент четко написано «Вы Конституции». Да, парламент действует и далее при условии военного положения. Тогда получается. А оно у нас действует до какого числа? Ну, где-то 11-е, 12-е, 13-е, чекодат. Да, плюс минус, я не помню. Ну, это же раньше, чем 28-е, правда? Ну, пока что да. Пока что да. А для того, чтобы действовало после 28-го, его надо до этого продлить. Да. А решения Конституционного суда нет. А кто должен внести? А все строится на консенсусе фракций. Как замечательно это получилось. То есть, получается, для того, чтобы Рада была легитимным и потом, ей необходимо проголосовать ВП. То есть, получается, голосование ВП – это, знаешь, как это попытка продлить себя, потому что иначе оно не продлевается. Ну, в смысле, Рада не продлевается. Звучит плохо. Звучит очень плохо, да. Особенно с учетом всей логики событий ДОТУГО. Очень плохо звучит, да. Ага. А то есть, 29-го мая мы просыпаемся в стране, которая без решения Конституционного суда непонятно. Значит, а мы чуть ранее с тобой разбирали вопрос, что есть закон про областные администрации, как он там правильно называется. Я не буду вникать уже в точное название. А там написано, что за поданням Кабинету министров президент предзначает голлив ОВА, РДА и так далее. А на який термин? А на термин повноважень. Понимаешь? Своих. Там не написано про продовженных повноважений. На термин повноважень. А повноважение, согласно решению Конституционного суда 2014 года, пять лет. То есть, они автоматом должны были сложить свои полноважения. Ты не видел таких документов? Нигде не сложили, ничего. Подписывают нормально. А, вон и стал и весь ковым администрация. Ну и что? И многие другие вопросы, которые было бы неплохо рассмотреть к Конституционному суду. Ну, потому что это важный прецедент в истории Украины. Давай объясним людям, кто туда может обращаться. Туда могут обратиться. Значит, с Конституционной скаргой могут обратиться и граждане, собственно говоря. Могут обратиться 50, по-моему, депутатов. И может обратиться президент. Но в силу определенной коллизии, это надо было делать до 20-го числа. После 20-го, очевидно, 50 депутатов. Потому что возникает коллизия. Если президент обращается по поводу своей легитимности после 20-го числа, а Конституционный суд принимает к рассмотрению, то таким образом он еще до рассмотрения признает легитимность обратившегося. Понял? То есть остается 50 депутатов. А ну покажи мне 50 самоубийц, исходя из того, что в парламенте существует некий консенсус, оказывается, по этому поводу. Значит, все хорошо. Эти и другие вопросы естественно, естественно, прекрасно известны президентам, кабинетам министров, других стран. Все это прекрасно понимают. А гражданам нужно понять еще одну очень важную вещь, что существует разница между понятием легальность и легитимность. А легитимность делится на две части. Легитимность внутренней и внешней. А легальность бывает только внутренней. Ну, не только хорошо и внешне, но поскольку внешне является неотъемлемой частью правового поля в Украине, если оно ратифицировано и так далее, то есть все равно легальность только внутренняя. А легитимность внешняя и внутренняя. Если из всех этих трех вещей неоспоримым является и то условно легальность внешней, строящаяся на неком консенсусе имени Петта Кокса в парламенте, то возникает много вопросов. А что будет 29 августа? Я, к примеру, не знал. А что будет до 29 августа? Я, к примеру, тоже не знаю. А что будет 1 сентября? Потому что очень многое может измениться. Просто в силу вещей, о которых люди думать не хотят, потому что они, им кажутся какими-то высокими материями, какими-то конституционными конструктами, понимаешь, то есть какой-то воспаленным умом, блин, понимаешь, и так далее. Конечно же, жил-был такой лысый дядька, его до сих пор никак похоронить не могут. Но умный, зараза, был. И писал много. Пишет и пишет, пишет и пишет. Тома целые понаписывал. И в одном из этих томов он почему-то взял и написал, что, по-моему, это он был. Ну, если что, ну, пусть примет уже на свое имя. Я не знаю. Бинтовка рождает власть. Это к вопросам о паузах, правовых полях и так далее. Но то, что мы выходим за пределы правового поля и конституционного поля, это очевидно. И в моменты, когда происходят такие вещи, ибо, ну, вряд ли бы депутаты, которые принимали Конституцию Украины и так далее, мыслили о том, что Украина когда-либо будет иметь такого масштаба войну, что на нее нападут, что будет война. И как быть в этом все? Понятно, что никто не хочет об этом думать. И Конституция, конечно же, не может быть написана на все случаи жизни. Ну, не может такого быть, конечно. Но для этого был придуман инструмент. И называется этот инструмент Конституционный суд, который не может дописать Конституцию, но который, а на основе анализа конституционных норм, может нам что-либо растрактовать, пояснить и сказать, как действовать. И таким образом расширить Конституционное поле. Но нет. И тут начались интересные движи, как раз аккурат после 20-го числа начались интересные движи вокруг Конституционного суда, его состава, а также, поскольку товарищу Головатому, кстати, умнейший дядька, товарищу Головатому стукнуло, дай бог ему еще столько же лет, стукнуло 70 лет. А после 70-ти, мой друг, ну нельзя тебе руководить ничем, понимаешь, пенсия, дети, внуки, то есть такое дело. И стала вакантной должность главы Конституционного суда. Так. Наблюдаем, мой друг, наблюдаем. Интересное время. Ну, господина Стефанчука, помнишь, хотели командировать? Да, и он, в принципе, что значит, хотели, это он себя хотел туда катапультировать, командировать. Командировать. О, да. И говорят, на его место в Раде уже есть претенденты, в принципе, всем было бы вкусно и интересно, и все можно было бы разрулить до 28-го числа. Вот, но пока все уперлось. Ждем, вполне возможно, что этот, как это, рокировка, вполне возможно, произойдет. На радость всем, между прочим, на радость всем. Знаешь, вот новость появилась. Вопросы, так сказать, ну, ну. Бразилию на саммите по Украине в Швейцарии может представить бразильский посол в стране, сообщает этом газета о Глобо. По данным издания, Лула да Силва не собирается ехать на саммит из-за отсутствия там Российской Федерации и не намерен посылать высокопоставленных чиновников. И его цитату приводят. Идея заключается в том, чтобы отправить на конференцию кого-то, кто не имеет мандата на принятие решения. Ну, или цитата источника, скорее всего, не Лула да Силва. Знаешь, хочется сделать вот так. Ты меня прости. Я хочу, знаешь, это. А с какой мытой ОВЦ озвучил и в публичном простое? Чтобы осудить. Мой друг. Решительно, бесповоротно. Миша, давай попробуем. Это называется наблюдатель. Это дипломатический наблюдатель. Конечно же, посольство, страны, которые имеют посольство своего представительства в Швейцарии, конечно же, они делегируют своих представителей, делегируют туда с целью наблюдения. Это абсолютно нормально. То есть, они должны будут сформировать отчет о том, что происходило, какие дискуссии были, какие решения приняты и так далее, и так далее. Абсолютно нормальный процесс, но это не является участием вообще. Это наблюдатель. И таких наблюдателей будет много. Там даже пресса будет присутствовать. Так что, представитель прессы будет участником? Есть нюанс, Миша. Ну какой? Есть один нюанс. Дело в том, что изначально организаторами, которыми является Швейцария, было проговорено, что присутствовать от страны могут исключительно либо главы государств, либо члены правительства. Теоретически бразильского посла могут не пустить на порог. Не, пустят. По одной простой причине, что, например, та же конференция по безопасности в Мюнхене, там тоже участвуют. А там было такое условие? Ну там условия, ну тебя не пригласят туда по-другому. То есть там есть четкий перечень участников, очень четкий. И другие, например, посольства там присутствуют. Они делегируют послов. Они пишут письмо, просим нас, значит, там пустить и так далее. И представители посоль стран, которые не обязательно участвуют в этом мероприятии, они имеют право везде быть, все слушать, но выступать они не могут. Вот. То есть, собственно говоря, будут там, там, наверное, на все страны будут представлены. Вот. Вопрос, конечно, ты правильно говоришь про уровень, да? Уровень должен быть, то есть, если это саммит, то тогда уровень только первых. Если это высокого уровня конференция, то допускаются представители кабинета министров. Ну что тебе сказать? Ну, давай так, давай, чего мы о грустном? На инаугурацию президента, когда были выборы, на инаугурацию президента от США, кто приехал в Украину? Я не помню. Министр энергетики. А что, энергетика не важный вопрос? Не поверишь. Это архиважный вопрос. Вот. Просто, чтобы ты понимал, как США нас видят. Вот. Поэтому, ну, то есть, не все так просто дипломатически, скажем так. И еще раз скажу, то есть, я, конечно, поерничал, поиздевался, и так далее, но я вам хочу сказать. Смотри, с точки зрения донесения нашей точки зрения, это охрененная хорошая платформа. Ну, так объективно, уже если не ерничать, и так далее. С точки зрения формирования определенных коалиций по трем пунктам, да нормальный подход. Если мы сможем решить вопрос свободной торговли, мы будем решать вопрос заработка для страны. Другое дело, кто на этом зарабатывает? То есть, будет ли на этом зарабатывать страна, или отдельные трейдеры, или какие-то фиктивные фирмы, которые получают ПДВ из воздуха. Но это уже внутренний вопрос страны. Но, если бы все было грамотно и хорошо в стране, то, очевидно, вопрос внешней торговли, морской торговли для Украины, это ключевой вопрос. И почему бы его не обсудить? Это нормально. И это позитив был бы. Касательно ядерной безопасности, мы же хотим, чтобы русские отдали нам заезд. Хотим. И она же наша. Наша. Ну, так почему бы об этом не поговорить, не собрать коалицию? Второе. Третье. По обмену пленными. Мы же хотим, чтобы наши вернули. Хотим. Если будет определенная коалиция, например, той же Саудовской Аравии, Турции, Катара, стран, которые могут быть посредниками, может быть, даже Китая, то почему бы нам не воспользоваться этим? Поэтому, я тебе скажу так. Просто мы, знаешь, в чем вся беда? Мы ждали, психологически ждали, что это будет саммит первых лиц, и что некие решения, принятые там, положат конец войне. Нам об этом рассказали. Ну, это иллюзия. Ну, это иллюзия. Это первое. Второе. Мы ждали, что, если не это, то будет некий документ, именно ультиматум русским, которого они испугаются, подписанный некими руководителями первых государств. Ну, и это иллюзия. Нам об этом рассказали. Я знаю. Ну, и это иллюзия. Это ошибка тех, кто с самого начала, качал эти две темы. Это ошибка. Если бы сразу сказали, что это конференция, на которой мы еще раз поднимем вопросы, проблем, которые есть в Украине, ну, из-за войны. Кто агрессор? Почему это агрессор? Почему мы должны защитить себя и свою безопасность? Почему это в ваших интересах? и так далее? И так далее. То, наверное, в том виде, как есть, эта конференция считалась бы перемогой и без всякого ернича. Я считаю, что главная ошибка была в изначальной коммуникации. на следующий день после саммита мы просыпаемся с чем? С чем же, с чем изоснули до него? Напрочь ничего не меняется. Напрочь. То есть саммит ничего не меняет? Нет. Это событие само по себе событие. Ценность саммита в самом саммите. Все. Кто вообще от этого саммита больше пользы получит Украина или Швейцария? Да, я думаю, что никто. Швейцария, она давно этим всем занимается. Швейцария известна, так сказать, был переговорщик и так далее во многих вопросах. В первом этапе войны с 2014 года Швейцария принимала очень серьезные неформальное участие в разрешении конфликта и войны. Я тебе больше скажу. Тогда это был период времени, когда я еще был в офисе и основные встречи наши проходили, переговорные, проходили именно в офисе посольства Швейцарии. И Швейцария исполняла эту роль посредник. Это профессиональная роль, которую они играют хорошо. Они ничего нового из этого не приобретут, поверь. Украина, для нас это будет на внутреннем рынке это будет очень яркое событие, неделю будут крутить 100%. Это возможность каких-то личных двухсторонних переговоров с кем-то, в том числе с третьими странами, с которыми мы ведем торговлю. То есть это повод. Знаешь, когда приглашают на разные конференции, семинары и так далее, и мне говорят, Миша, ты пойдешь на него? Я говорю, пойду. Я говорю, а нахрен тебе надо? Ты же можешь сам лекции на это прочитать. Я говорю, могу, да мне не это надо. Там люди соберутся, кофе-брейк будет, я пообщаюсь с нужными мне людьми, они со мной пообщаются. Порешаем вопросы, я на часик заскочу, когда там перерыв будет, и пойду себе по своим делам. Вот, собственно говоря, и для меня ценность всех этих семинаров и конференций была именно в этой возможности. А то, что там кто-то в зале что вещает по бумажке, это знаешь, как на ОБСЕ. Если кто-то был хоть на одном собрании ОБСЕ, ну, конференции или семинарии у Габсбурга в этом, в Австрии. Это, короче, приходит такой длинный стол, сидит, значит, там человек 50, значит, и каждый берет листик, значит, там слово дается Васе Пупкину. Вася Пупкин, дякую, уважаемый ведущий. И начинает таким сухим, тупым голосом читать на английском текст, который ему дали. Потом он заканчивает читать этот текст и говорит, дякую за внимание. Ведущий, а если он, главное, чтобы он не пропустил этот момент, он раз посыпается. О, спасибо, пожалуйста, уважаемому выступающему, значит, слово передается следующим. И этот выступающий пришел за 5 минут до выступления, пил кофе в коридоре, прочитал всю свою речь и через 5 минут собрал монатки и ушел. Ну, ему нахер не надо. Оно уже осталось в протоколе и так далее. И так каждый. Вот тебе и вся херня. На самом деле, ценность этого всего в неформальном общении, которое происходит в перерывах, когда, ну, билатеральный, когда ты можешь поговорить один на один с представителем той-то страны, другой страны и так далее. Вот в чем ценность. Ну, так почему бы об этом не сказать честно и прямо? Это ж понятно людям. И это нормально. Но нет же, мы начали придумывать какие-то высокие high goals. High goals, блин, и так далее. Это было лишнее. Вот и все. Окей, Миш, слышишь, ты упомянул про Нормандию и про то, что там вроде Макрон как про французские войска может что-то заявить. А Вашингтон-Пост выдала новость о том, что Макрон просто блефует. Вот у меня к тебе два вопроса. Будут или не будут по твоим личным ощущениям? И второе, что такое французские войска? Это что, волшебная сила какая-то, которая что должна изменить? Это обычная, ну, извини, это обычная провокация. И тут Вашингтон-Пост абсолютно правильно пишет. Французские инструктора сто процентов уже давно есть в Украине. Об этом сказал товарищ Шольц. Товарищ Шольц сказал, что для иностранного вооружения необходимо официально наличие представителей войск той страны, лига инструкторов, которые его предоставили. После этого все накинулись на Шольца, что он сдал типа секрет Полишинель. Ну, так они давно присутствуют. И что? Макрон просто, я думаю, занимается мастер провокацией. Потому что до сих пор они не поставили все то, что нам обещали. В том объеме. И об этом товарищ Шольц неоднократно заявлял, что некоторым странам, указывая пальцем на Макрон, вместо того, чтобы делать громкие заявления, надо было бы хотя бы выполнить то, что уже пообещали. Понимаете? Да вот и все. Макрон занимается чем? Он занимается выборами. У него уже сто процентов никогда не будет его партии в парламенте. И он уже, поскольку второй термин у него третьего не существует, не будет президентом Франции. Поэтому его интересует европейское будущее для себя и своей партии. Он занят выборами. Вот этим занимается. В Европарламенте. Собственно говоря, все. Понимаете? Хорошо. Выборы у них с шестого по девятый, если не ошибаюсь. Ну вот ему надо в этот период с шестого по девятый нажать на педальку газ. А потом он будет наплевать. Потом трава не расти. Ну, типа там. И еще одна новость, которая меня, кстати, заинтересовала. Появилась она в соус-чайном орденпост. Турция заявила, что они хотят в БРИКС. Это будет, как они сказали, неплохая альтернатива попытки вступить в Евросоюз, в который они там сколько там, 29 лет или 19 лет вступают. Об этом даже Евросоюз забыл уже, наверное. Нет. Дело в том, что никакой это альтернативы не может быть, потому что суть БРИКСа и суть Евросоюза совершенно разные. Абсолютно. Это как яблоко и, не знаю, бутылку шампанского сравнивать. В БРИКС они хотят, потому что они хотят получить экономические выгоды от торговли. Более того, у них экономические связи с Латинской Америкой и с Азией. Они ворота, понимаешь? Они ворота между Европой и Азией. И они хотят этим воспользоваться в полной мере. И, конечно же, для того, чтобы воспользоваться этими воротами и быть участниками логистических коридоров, которые строятся в рамках этого БРИКСа, они, естественно, хотят быть где-то рядом. Но будут ли они в БРИКСе, я сомневаюсь. Они вполне могут получить некий статус ассоциированный или быть в другом юридическом статусе рядом с этим БРИКСом. Я не думаю, что они пойдут на полную интеграцию. Им это не выгодно. А вот быть а-ля ассоциированным им это выгодно. И тут вопросы не политические, а сугубо экономические и логистические. Просто исходя из географического положения Турции и экономики, которая живет на том, что это моря, порты, логистика. Вот как-то так. Миша, завершающее по теме. Вот я сам анализирую, знаешь, там саммит, анализируя происходящее, понимая прекрасно, что там не будет выработано какого-то чудесного или волшебного решения. Да, наверное, никакой из проблем скорее подсвечены, но не решены. А думаю, вот чего. Давеча Китай с Бразилией задружились, поручкались и сказали, что они могут и сами провести там условно конференцию. Не попадет ли Украина в такую ситуацию, когда Китай этим начнет заниматься активно, попытается ее созвать, туда наверняка приедут страны глобального юга, а Украине пришлют приглашение. И мы вот, как вандамм между форами на шпагате, будем между двумя путями. Первый, это поехать туда и отказаться от своего плана и получается поиграть в китайскую игру, а второй отказаться и ехать туда и окажется, что мы якобы как против решения войны. Знаешь, что дело? Сейчас это пальцем в небо. Я думаю, что позиция Бразилии и Китая она не в том, чтобы серьезно созвать некую конференцию по Украине, а в том, как это сделать Китай в свое время для того, чтобы, знаешь, когда тебе говорят, что ты выберешь, папу или маму, а Китай говорит, а я никого выбирать не хочу, я выбрал себя, у меня свой план. И отшил и тех, и вторых и сказал все, и никто уже не в обиде, потому что у него есть повод. Знаешь, как в свое время когда-то мне говорили, Миш, ты пойдешь там баллотироваться на выбор от нашей партии? Я говорю, нет. Приходят другие, а от нашей? Я говорю, нет. А я же четко понимаю, что если ты лом, ты отказываешь, есть предложения, от которых нельзя отказаться. Приходит партия Х и говорит, ты идешь с нами. А если ты скажешь, нет, не иду, они скажут, окей, но они будут тебя уничтожать, потому что ты потенциально можешь дать добро партии Y. Понимаешь? Ты фактор риска теперь. То есть, так же партия Y. То есть, ты откажешь. Ты потенциальный, потенциальный союзник партии X. И в любом случае ты под ударом. Поэтому единственный вариант это выдвинуть себя. Без надеи, таки сподеваешь, что называется. Выдвинуть себя. И сказать и одним, и вторым. Вы знаете, я двумя руками за это так хотел. Но давайте вот в этот раз, я попробую сам. Они мне говорят, ну да, ты проиграешь, ну что, ты же один, ну что, ты там выйти. Я говорю, вы знаете, ну вот я так решил. Вот я пойду. Я сильный, я пойду. И благодаря этому ты можешь пропетлять между X и Y. Понимаешь? Точно так же и Китай со своим планом. Это возможность пропетлять между X и Y. А когда нужно было пропетлять Бразилию таким образом, мы сказали, мы присоединяемся к Китаю, теперь нас двое. Все. И они петляют. Вот и вся международная. Но делать они ничего не собираются. Это делается вообще по-другому. Без США этого не будет. Поэтому единственное, о чем можно говорить, это когда будет определенная инициатива США. То есть пойми, Китай, Бразилия, ЮАР, все это очень хорошо. До тех пор. Все же понимают, что по итогу разговор должен быть между двумя башнями. Москвой и Вашингтоном. Если нет разговора между Москвой и Вашингтоном, все это до задницы. Все. И Китай, и Бразилия. Все, так сказать, червоние макеры. Я не думаю, что ожидается. Нет. Я скорее, я больше ожидаю Третьей мировой, чем таких разговоров. И смена правительства Британии на либористов ничего не изменит. Смена Байдена на Трампа ничего не изменит. Это иллюзия. Потому что все они являются следствиями глубинных государств. Если глубинные государства зашли в тупик, то нужны личности масштаба Киссинджера. Но их больше нет. Их нет? Нет. Больше их нет. И то, что мы войдем в эпоху деградации элит, об этом было предсказано еще 20 лет назад. Те же методологи это дело предсказали. И они привели примеры тогда еще. 20 лет назад была предсказана деградация элит. И чем это закончится? Это была очевидная вещь. Деградация элит происходит везде. И уже даже глубинные государства, например, в том же США, выплескиваются на странице американской прессы, заявляя, что беда государства, то есть слабость государства проявляется в слабости элит. И это приводит к падению элит и государств. К примеру, позиция Белого дома по Израилю и Палестине. С одной стороны, палестинское лобби или арабское лобби, особенно в среде молодых избирателей-демократов, является более чем сильным. Оно мощнейшее. Игнорирование этого палестинского лобби закончится трагично для выборов действующей команды Белого дома. Попытка полностью играть под Израиль закончится так же трагично. Попытка не играть под Израиль закончится еще более трагично. В результате, необходимо что делать? Необходимо петлять. То есть, колебаться. Когда колебается элита, колебается весь корабль. Ну, то есть, все. Далее он может войти в резонанс. Тогда гибнет и элита, и корабль. И тогда вывод делают, в Захил, по-моему, это писали, и тогда делают вид, вывод, что сила государства и правящих элит заключается в способности независимо от внешнего или внутреннего общественного мнения продуцировать собственное мнение и курс, которым идти. Эта позиция была изложена в свое время Стивом Джобсом. Я всегда задаю вопрос, ну, не я, многие другие задали, я его повторяю, что было бы, если бы Стив Джобс собрал зал и для определения своей политики или политики своей компании проводил опрос общественного мнения в рамках поддержки, какой телефон ему нужно сделать. Но он вышел и сказал, я не буду вас спрашивать, я вам предлагаю телефон с одной кнопкой. И он выиграл. Вот о чем идет речь. Вот понятие колебаний элит, деградации элит и понимание того, что скорее я поверю в Третью мировую, чем возможность диалога между Москвой и Вашингтоном. И кто бы там не играл, Китай или кто-то еще. Это закончится ничем, это закончится просто, знаешь, как в один момент возникло, в один момент исчезнет. Ничем. Ни договором, ни разговором, ничем. Просто установится новый баланс холодной войны и железных занавес. Вот и все. Кто этот баланс установит и зафиксирует? Никто. Он сам с собой появится. Никто. Это будет просто итог исторического процесса. Миша, если тебе тремя словами нужно подытожить то, что мы сегодня с тобой проговорили весь этот эфир. Как бы ты назвал? Два-три слова. Надежда есть. В свое время я призывал ее убить, чтобы осталась только вера. Ибо когда убита надежда, начинается движение и жизнь. Ты перестаешь чего-то ждать. Но я прекрасно понимаю, что перестает чего-то ждать только 10%. А для 90% все равно нужна надежда. Так вот, эта надежда есть. Скорее всего, она начнет через очень болезненные процессы реализовываться с сентября этого года. Окей. В конце каждого выпуска, Миша, позитивную новость. Где ты видел Чаплыга и позитивная новость? Ну, что это за новость? Ну, ты мне каждый раз находишь. И в этот раз, Миша, без новости мы не уходим. Я хочу тебе, зрители, познакомиться с очень такой историей любви, хотя она печальная. Есть такое Ясуо Тама Такаматсу. К сожалению, в 2011 году было цунами. И он потерял свою жену. Цунами унесло ее. И ты не поверишь, с 2011 года каждый день этот человек приходит к океану, меряет и ищет тело своей жены. Наверное, это история любви. Пусть настоящая любовь правит миром. Присоединяемся. Ребят, вам спасибо всем, что вы были это время вместе с нами. Михаилу огромное спасибо за ответы. Я надеюсь, что вам это действительно понравилось. И вы сейчас не поленитесь и в благодарность поставите лайк, напишите комментарий. Обязательно, кто не подписан вдруг на Михаила Телеграм, подпишется на Михаила Телеграм. У тебя сколько там уже миллиард или чуть меньше людей? Я сейчас веду чистки, поэтому у меня падает подписка. Да. Если вы позитивный человек, подписывайтесь на канал Михаила. Если вы человек говно, не подписывайтесь. Тебе же не надо человек говно? Нет, не надо. Нет, нет. Только позитивный. И на мой канал соответственно. Вот, ребята, кто захочет поддержать, будем весьма вам благодарны, если вы поддержите нас по реквизитам внизу, потому что выходим мы благодаря вашей поддержке. Ну и в целом любые реакции в комментариях, мнения, это все очень сильно помогает нашему каналу. Репостите в свои социальные сети, берегите себя. До новых встреч.